Добрый день, ребята, Владимир Новиков. Тихо. Два вопроса к вам. Тихо. Первый вопрос такой. Вот вы очень много встреч уже провели за последнее время, будете проводить ещё. Вот какое ваше основное впечатление от этих встреч? Основное впечатление от этих встреч, от откровенности народа. Это откровенность народа. Люди задают непосредственные вопросы. К нам приехал. Пожалуйста, потом. Николай Иванович, как вы расцветите ваши шансы на победу? Посмотрим 12 числа. Николай Иванович, как вы относитесь к вашей встрече? Мы сажали, мучились. Мы сажали. Мы сажали. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. У нас нет конференц-зал. У нас только мы проводим большое мероприятие в холле. Спасибо. Проходите, товарищи, проходите. Проходите, я не задерживаюсь. А то сейчас в сторону дождится. Больше народу не спит. Люд, что мы не успели, мы не спит. Да. Продолжение следует... Нет, нет. Вы знаете, что... Вы знаете, что... Это единственный. Единственный. Возвращаемся к конкуренции. И мужчины сейчас на то время... А не как? Это... Ну, если неудобно... Просьба. Все мы сделали. Как надо его поставим. Только спокойно. Так, и потихоньку пошли назад. Потихонечку назад пошли. Пошли, пошли, пошли. Еще побыстрее назад. Быстрее назад. Так, пошли потихонечку. Так, снова заработай, да? Ну, одну... Где-то на... А вот когда продаете? Отправляем на полвосемьдесят процентов. У нас будет часы конец, и персосы ячеваю. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот здесь вы собираем часы, два шканица, двойной календарю. Если у нас раньше были часы метаник, то двойной календарю мы отзаводим. Значит, если у нас электронные часы, мы отзаводим, отзаводим, тем более батарейка не отзаводим. Салава. И два нету, да? Можно посмотреть. Значит, готовились, что это сомплексная, что вы начинаете... Во! Во! Молодец! Матаринка, заводы, переводы стоят. Слезай, я тут! Эй, оперативный! Дорогай! Ого! Ты посмотри, да? Вот здесь стоит проверять календарю. Вот уже готовый, не пусинок. Это идет в Банконг, на китайском языке. А что, умеет зарабатывать. Продолжение следует... 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 в эту непростую политическую борьбу за президентство России. Поэтому я вот из этих встреч, которые были у меня во многих городах нашей страны, и Сибири, и центре России, и Москве, я сделал для себя вывод, он и раньше известен мне был, а сейчас еще особенно стало совершенно ясно, что страна находится в очень глубоком политическом и социально-экономическом кризисе, что надо выходить из этого положения, в котором мы сегодня находимся, что наше общество социально перенагряжено, что буквально нагряжение достигло определенных размеров. Поэтому мы должны найти такие пути, чтобы постепенно выйти из этого положения и, в конце концов, нормально работать, нормально жить, получать благосостояние нашего народа. В чем же заключается разница тех предложений, которые высказывает один претендент, и другой претендент, или там, каждый из нас высказывает? Да, разница есть. Разница заключается в тех пути, какими каждый видит выход из этого положения. Я вижу свой метод выхода из этой ситуации. Мои компоненты, которые также баллокируются, также выступают, они пытаются тоже доказать, что тот путь, который они выбрали, он более оптимальный коррекциональный. Поэтому я пользуюсь тем, что я выступаю сегодня перед другим активом, перед рабочими, инженерами, которые производят материальные ценности. Я хочу сказать, в чем это заключается, наша разница. Дело в том, что выходить из средств можно разными путями. Это самое главное. Это главный принципиальный вопрос. Или выходить очень быстро, так называемый методом шоковой терапии. То есть проводить быстро какие-то экономические мероприятия, которые неизбежно относятся на жизненном уровне народа, но которые быстро дадут отдачу. То есть балансируется экономика. Но это все обратится на жизнь народа. Или идти все-таки постепенными шагами, с тем, чтобы не останавливаться ни в коем случае, двигаться вперед, идти через те же рыночные отношения, но идти взвешенно, постепенно, шаг за шагом, взвешенно каждый шаг. Вот в чем заключается разница нашей программы. Меня обвиняет в том, что я выступаю за постепенный переход, что это, мол, консервативный переход. Я говорю, что это не консервативный переход, это реальный переход. Я просто реалист, я профессионал. Я знаю, я знаю жизнь. Потому что 25 лет я, как говорят, отработал на заводе, знаю, что это такое. А и последние годы работаю с председателем Совета Министров, тоже непосредственно был связан с народным хозяйством, и как говорят, в своих руках имел определенные информации. Поэтому я просто прекрасно понимаю, что это не консервативный, а это реальность. И тот, кто сегодня будет отрываться от реальной жизни, он делает очень много ошибок. И если бы мы, девчонки, только коснулись тому, кто это делает, ну, бог с ним, пусть он страдает. Но когда это касается миллионов людей, это уже совершенно другой разговор. Поэтому вот здесь и наши, как говорят, вознагласия. Одни говорят, что мы радикалы, мы вот очень за быстрые перемены, а вот есть, значит, люди, которые не очень сильно стремятся. Я убежден, я убежден, что это неправильный подход, и что надо очень, как говорят, в этих делах, прежде чем принимать решения, надо разумно. Я могу это доказать на некоторых положениях, которые близки к вам, которые вас интересуют, и я вижу, они есть даже в тех записках, которые начали поступать. Ну, первый вопрос, допустим, о радикализации. Вы знаете, что в прошлом году правительство, в котором я возглавлял время, вышло предложение перехода к регулируемому рынку. Да, мы как раз и предлагали, давайте постепенно переходить на рынок. Но рынок не как самоцель, а рынок как инструмент, при помощи которого мы должны улучшить работу, создать лучшие и благоприятные условия для жизни трудящихся и материальные условия. Часть товарищей выставили другую программу, которые говорят, что надо за 500 дней сделать этот прыжок, сделать все, что полагается за 500 дней, и все станет на свои места. Я тогда и сейчас считаю, что это абсолютно нереальное дело, и если бы мы пошли по этому пути, то мы, как говорят, наверное, доделали очень много денег. Возьмем вопрос ценообразования. Он очень сегодня всех беспокоит. И я понимаю, вот как раз этот вопрос, как зеркале, он отображает, каким путем идти. Мы в прошлом году вышли с предложением, что необходимо действительно провести рекорд на ценообразование. Без рекорда ценообразование экономика дальше развиваться не могла, не могла, потому что были сплочные перекосы ценообразования. Но мы предложили, давайте нас атрибурируем цены, нам полтора раза розничные цены, зафиксируем, дадим определенные дотации и будем держать в руках государства. Наши оппоненты говорили так, нет, тот, что он неправильно, он предлагает поднимать цены, давайте мы, мы предлагаем не поднимать цены, чтобы административно это не делать. Но я тогда про о чем говорил, но зачем вы обманываете народ? Вы скажите честно народу, что вы против поднятия цены, но вы предлагаете свободную цены. То есть кто сколько желает, тот будет усадоваться. Это же совершенно разные вещи. Назову первую часть, сразу назовите вторую часть. Объясните народу, что тогда цены будут расти, не на настройку процентов, а будут в разы расти. Вот в чем практическая разница. Если в прошлом году это стоило 160 миллиардов рублей, до 2 апреля это пошло всего 311 миллиардов рублей. Теперь высказываются новые предложения, с которыми я не согласен, я об этом не говорил, не буду говорить, хотя меня уже многие начинают критиковать на это. Я говорю, что дальше соглашаться на то, чтобы отпускать цены, цены на товары первой необходимости, отпускать через несколько месяцев на свободу и их отпускать, я считаю это недопустимо. Недопустимо. Надо продукты питания, основные продукты питания, значит, мы их подсчитываем в одном случае, это 6 продуктов, в другом, значит, 8. Вот наименование продуктов питания надо держать в руках государства. Да, придется допрашивать, доплачивать сельскому хозяйству. Придется, ничего не сделаешь. Но не отпускать же окончательно продукты питания на свободу, тогда они будут стоить, сколько, 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 сколько. Я знаю, что вас беспокоят и интересуют многие вопросы, и особенно вопросы, такие, которые связаны с правонарушением. Мне очень много задают при встрече этих вопросов, и я отвечаю на них, что мы действительно дошли в состоянии, где по-настоящему не работает закон. Законы не принимаются, но законы не выполняются, указы не выполняются. И по величему отведению президентской власти России в первую очередь направлено на то, чтобы выполнялись положения, выполнялись законы, чтобы в стране, в России был порядок, порядок. Если же этого не будет, будут пропускаться законы, будут писаться указы, но они остаются на бумаге, ничего существенного не произойдет. Поэтому необходимо, на мой взгляд, и мы вот, я выбрал в качестве кандидата в вице-крезиденте генерала Громова, вам известного человека, и мы считаем, что, по-видимому, если нас изберут, то мне в первую очередь надо заниматься социально-экономическими по-видимым вопросами, общими вопросами развития России. А товарищу Громову надо, на частном бою, усилие, уделить вопросам, ну и отношения с армией, конечно, и второе, это вопросы правонарушения. Потому что мы не можем дальше допускать такого состояния, что нельзя на улице выпустить ребенка, что нельзя человеку, но чем и женщине, и мужчине нельзя пройти. Когда это было? Да, было у нас несколько раз в нашей жизни. Это после революции, после революции, войны. Это было 53 года, вот я и его нету, товарищей, которые помнят, те времена, когда выпустили из лагерей уголовников, и они перерезировали все население. Но мы справились тогда. Почему же сегодня? Что произошло в стране? Почему сегодня такое состояние, что мы не можем на других оберить эту преступность, которая буквально распоясывается? Я считаю, что здесь необходимо принимать самые стражащие меры. Второй вопрос это экономическое преступление. Оно сегодня даже в какой-то степени реализируется. Это не преступление, это бизнес. И вот вчера я выступал в программе «Кто есть кто?» мне как раз задавал товарищ профессиональный профессиональный вопрос, что вы говорите, кто-то купил помидоры в Краснодарском крае и привелся в Камчатку, так что это спекуляция? Нет, я скажу, но нет. Если он честно заработал деньги, да, и сержи производства, там какая-то рыбарь, все это идет по закону, это нет. Но если он в магазине вот здесь закупил и в трех шагах начинает продавать, то это спекуляция, и она должна наказана, быть наказуема обязательно. В этом вопросе я буду занимать самое жесткое такое наступление и считаю, что эти вопросы должны быть решены. Меня также, учитывая аудиторию, очень беспокоит сегодня не только социально-экономическое положение в стране, меня очень беспокоит и нравственное ситуация, которая складывается в нашем государстве. Я считаю, что в этом отношении мы сегодня упускаем нашу молодежь, мы сегодня упускаем наше будущее. Если сегодня зрелые люди, которые, значит, имеют свои моральные истории, и их трудно повернуть в какую-нибудь другую сторону, то молодые люди, подростки, дети, которые легко поддаются к тому или иному влиянию, они в коем случае не должны испытывать этого прессинга, насилия, порнографии, всевозможных изначений, которые мы все время видим, и, как говорят, кино, и, значит, видеокассеты, которые распространяются большим масштабом, мы должны поставить этому вопросу за словом. и последнее это вопросы образования, культуры. Сегодня очень сильно пропагандируются такие понятия, что надо создать особые условия для детей и для молодых людей в части получения образования. Да, я думаю, что в этом отношении надо очень серьезно разобраться, или мы действительно должны свое образование ставить в зависимости от мышечка, который имеет тот или иной человек, и имеет возможность послать своего ребенка в какую-то особую, какую-то закрытую школу, или все-таки мы должны в первую очередь ориентироваться на способности молодого человека, на способности ребенка. Я считаю, это второе. Уже нет удовольствия Николая Ивановича ответили на вопрос, что вступили сюда. Я не возражаю каждому мой вопрос. Не помешает ассоциалам? Сегодня я отвечаю первый раз на этот вопрос. Обычно по 3-4 раза в день отвечаю на этот вопрос. Я вчера может быть выслышали кто есть кто говорил и еще раз повторяю. Да, я перенес заболевание, перенес, пошел шестой месяц, после этого чувствуя заболевание, я не скрываю, я даже говорил, это первая классная болезнь руководителя нашей страны, обычно никогда никто не говорил, кто вообще болеет. Первый раз объявили, что товарищ Куршков председатель Совета Министа заболел и получил импорт сердца. Это было 26 декабря прошлого года. Вот месяц находился в больнице, месяц находился в санатории, остальное вот перебан джин здоров, как говорят, чувствую себя нормально, постучать надо, да? В Барнауле проверял себя два дня назад, Уфе, извиняюсь, Уфе проверял себя два дня назад, кроме многочасовых переездов в автобусах и так далее, подсчитали, что я в трех местах выступал, встречался и на митинге, где было 15 тысяч человек, в спортивном зале, где было 6 тысяч человек, на одном из заводов где тысяча тысяч человек. В итоге я простоял на трибуне 8 часов, 8 часов ответил на трибуне, но в основном отвечал на вопросы. Так что чувствую себя нормальным, настроение бодрое, боевое. Вот и все, что я могу рассказать. Пожалуйста, с ответом наше договор. Николай Иванович, прежде всего, конечно, я хочу желать вам хорошего здоровья. Спасибо. А во-вторых, у меня такой вопрос. Я хочу сказать, в общем-то, на некоторое положение моего вопроса вы немножечко отметили, в общем-то, детей фактически выгоняем на улицу. Это прямо, я считаю, какой-то геноцид против своего будущего поколения. И, ну, ничем не защищены, ни в школе, нигде. Теперь образование. У меня уже один старший ребенок, 15 лет, он исключительно из-за своей способности поступил сам, значит, принеси в лице. Вот, и теперь он нечего говорит. Мам, нам сказали, что с коми будет все бесплатное. Я извиняюсь, выговорю, вопрос, очень много. Я все, сейчас быстро. И вот, 50% уменьшили. Вопрос возникает, вот один корреспондент, тот, не дает мне проходов все время, только я с машины сошел, он мне задает вопрос. Здесь скажу, он опять задает вопрос. Но я знаю, что и они находят в капиталистическом обществе, где рынок все депутат, и то часть, часть каких-то программ, часть каких-то культурных, особенно мероприятий проводится бесплатно, специально проводится бесплатно, для того, чтобы в какой-то степени воспитывать свою молодежь, воспитывать своих людей. И если говорить о воспитании, вот я тут затронул немного, что мы должны вообще защитить своих детей, подростков, особенно подростков, защитить вот от этой массовой культуры, вы посмотрите, что другие страны делают. И что мы делаем? Разве можно, разве можно, как говорят, позволять то, что творится сегодня и по телевидению, особенно в виде салоне, которые, кстати, я в качестве самопритики тоже принимаю на себя, что в свое время комсомол, как говорят, поднажал, поднажал комсомол, что дайте разрешение нам видеосалоны, но мы думали, что они будут заниматься воспитанием молодежи. Комсомол, есть комсомол, мы читали добрые побуждения, а получилось наоборот, их, я не знаю, две тысячи, или сколько сейчас, сзади видеосалонов, которых, по сути дела, накрутят в основном порнографию. Поэтому надо применять законы. Что сделала Франция? Она сказала, вот 60-70% на экран попадает французской национальной культуры. И только 30% мы разрешаем другой культуры, допустим, американских, боевиков, и так далее. То есть начинает защищаться законы. Италия начинает защищаться, Германия начинает защищаться. Поэтому и нам надо эти вопросы задерживать. В июне генерал Макашов сказал, что программа всех кандидатов кроме Жириновского за капиталистический путь развития. Имеется ввиду приватизация или реализация цен распродаж жилья. Какого же мнения? Я не знаю, что товарищ Макашов сказал, но я не за капиталистический путь развития. Я об этом четко заявляю. Я считаю, что у нас есть свой социализический путь развития. Но не тот социалистический путь, который мы с вами когда-то проходили, потом его подправляли, переправляли после войны, несколько раз давая разные названия. Я за свой социалистический путь развития. Что касается форм собственности, они могут быть различные формы собственности, в том числе коллективная форма собственности. Если ваш завод, ваше предприятие будет допустим, каждый дружин имеет акции, допустим, акции на основные средства производства и по этим акциям в конце года получают какую-то прибыль, вот, разве это как капиталистический путь. Это коллективная собственность. А что касается эвакизации жилья, вы слышали свои мнения. Так что это предложение, как решить все проблемы, мне кажется. Вся проблема существует в том, что все наши депутаты, премьеры и так далее, они живут отдельно, конкретно даже в отдельном доме, насколько я читал в газете. Вот. Вы, естественно, не знаете всех наших проблем детских, потому что вы лечитесь в своих санаториях отдельно, в больницах отдельно. Вот. Если бы вы лечились, ну, я не имею конкретно вас, я имею всех, вот, вы бы, ну, даже вы бы пешком, вот, вы бы, мне кажется, решали именно так, как нужна народу проблема все. Все абсолютно проблемы, потому что если бы ваша жена стояла в очереди за мясом, ну, пару часов или с помидорами, там, часа три, никакого урока. Это конкретное предложение. Что? Нет, я расскажу, как вы относитесь. Вот сейчас ответ. Я отношусь так, я отношусь так, что я родился не в варянской семье, а я родился в шахтерской семье. Я знаю, что такой кусок хлеба. Я знаю, когда не было хлеба. Дальше я работал 25 лет на заводе и жил в том доме, где жили рабочие. Поэтому отменять меня то, что я не знаю о жизни, ну, трудно. Так что, а то, что касается магазины, ну, я пытался несколько раз пойти в магазин в последнее время, до прилавка не доходил, не доходил. и поэтому вопросами помидор. У меня занимается дочь, у меня занимается зять, можете проверить. Одна дочь работает старшим преподавателем, ну, познакомьтесь, сходите, получает она заказы или не получает. Зять работает таможня, пойдите поинтересуйтесь, получает он или не получает заказы. Вот и все. Вот еще вот так и тут наводить тень на третий. Продолжение следует...